Во всех школах, больницах и социальных учреждениях города сегодня прозвучал сигнал тревоги. По всему Гродно прошла плановая учебная эвакуация. Многие не всерьез относятся к такому мероприятию, хотя, как бы громко это ни прозвучало, делается это для того, чтобы в будущем сохранить людям жизнь. В одном из корпусов Гродненской областной клинической больницы все происходило почти как в реальности. После объявления о пожарной опасности медики незамедлительно вызвали бригаду МЧС, а все пациенты быстро покинули корпус. Больных, которые не могли самостоятельно передвигаться, медбратья вынесли на носилках. Спасатели приехали через несколько минут после вызова и оперативно провели операцию по тушению предполагаемого пожара. Ведь отработанная система – главное при возникновении реальной опасности. Раз в год, в начале учебного года проводим эвакуацию из учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты. Сложность эвакуации в таких учреждениях заключается в том, что, конечно, здесь люди есть с нарушением двигательного аппарата, есть люди в неадекватном состоянии. Поэтому здесь персонал должен, наверное, в стране лучше знать, как эвакуироваться правильно люди. Для каждого учреждения существует план эвакуации, разработаны действия. Поэтому надо четко выполнять то, что сегодня разработано руководством учреждений. Никакая чрезвычайная ситуация не застанет врасплох медиков Гродненской областной больницы. Все сотрудники знают, как обращаться с огнетушителем и что делать, если огонь угрожает пациентам. К счастью, они отрабатывали свои навыки только во время тренировочных испытаний. Случаев возникновения чрезвычайной ситуации в областной больнице не было. Значит, все мелкие, которые были, мы старались сами устранить. У нас есть добровольная пожарная дружина. Добровольные пожарные дружины созданы в каждом отделении, на каждом этаже. Есть командиры добровольной пожарной дружины, которые проводят занятия с своими членами, распределяют обязанности. И мы два раза в год проводим тренировки. Учебная эвакуация в школах города прошла с более скромным размахом. Но значений мероприятия от этого меньше не стало. Именно на Гродничине учебная отработка планов пожарной тревоги стала проводиться системно, что сотрудники МЧС считают крайне важным. Ведь тренировочная эвакуация помогает подготовить детей к тому, как вести себя во время настоящего пожара. Несколько лет назад в 7-й гимназии по проспекту космонавтов был пожар в компьютерном классе. Короткое замыкание электропроводки стало причиной возгорания. В результате того, что в этой гимназии именно ежегодно по всем требованиям проводится эвакуация детей, и педагоги, и дети знали, что делать в случае сигнала о пожарной безопасности. Детки были вовремя эвакуированы, были вовремя вызваны подразделения МЧС, что, конечно же, отразилось и на материальном ущербе, скажем так, он был минимален, насколько это возможно. И, соответственно, не пострадали ни дети, ни педагоги школы. Эвакуация проводится в сентябре не случайно. Именно в начале учебного года, как считают сотрудники МЧС, школьники должны понять, что в классе их могут поджидать и опасности. Как их избежать и что делать, если пожар не удалось предотвратить, рассказали и в средней школе номер 8. Ребята дружно и слаженно покинули здание после объявления тревоги. Эвакуация прошла без заминок и в короткое время. Сегодня состоялась отработка плана эвакуации средней школы номер 8. Время эвакуации составило 2 минуты 40 секунд, что соответствует нормативно-правовым актам. Хотелось бы отметить грамотную организацию работы преподавательского состава и директора школы. Несмотря на то, что сегодня только 2 сентября, второй учебный день, работа организована на высшем уровне. Все дети спокойны, без паники эвакуировались. Во всех учреждениях сотрудники МЧС напоминали основные правила при возникновении пожара. В такой ситуации нельзя открывать окна и двери, ведь свежий воздух поддерживает пламя. Нужно нагнуться, закрыть нос и рот мокрым платком и двигаться к выходу. Но главное – не паниковать. Ведь избежать опасности намного легче, когда действуешь спокойно. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Сергей Печерица. Новости ГРОДНОПЛЮС.